В начале февраля 1944 года Эстония стала ближним тылом для немецких войск во Второй мировой войне. Здесь находились немецкие склады, боеприпасов и снаряжения, располагались резервные части и прочее. Таллиннский порт был важным транспортным узлом для снабжения Нарвского фронта. Советская авиация дальнего действия бомбила Таллинн вечером 9 мая 1944 года и рано утром 10 марта. По официальному отчету 757 человек погибли, более 20 тысяч человек остались без крова над головой. Сейчас достаточно взглянуть на архивные кадры того времени, чтобы понять, насколько ужасна и отвратительна война сама по себе. Это слезы, кровь и отчаяние. И печальнее всего, что люди выигрывают войны, но они никогда не могут выиграть мир. Основной урок это всегда именно помнить о том, какие последствия человеческие, последствия социальные, гуманитарные, последствия у любого военного конфликта, как это сказывается на личной жизни, на целых городах и государствах. Из военных событий необходимо извлекать урок, а потом в будущем приложить максимум усилий, чтобы такого больше не повторилось. Так неужели историческая память нас ничему не учит? Геополитические амбиции отдельных стран и их лидеров – это факт мировой политики. То, что в разные этапы мировой истории разные страны готовы вести себя агрессивно по отношению к другим странам, по отношению к своим соседям. Это, наверное, реальность, с которой мы должны жить. Но провал всемирного сообщества в этом контексте заключается именно в том, что у нас нет нужной системы противодействия такого рода амбиции. После Второй мировой войны в мире более 250 раз вспыхивали локальные войны и вооруженные конфликты. Некоторые аналитики и вовсе выдвинули теорию, что за всю историю существования человечества люди жили в условиях мира около 300 лет, то есть менее одной недели каждые 100 лет. Это просто сухие цифры, но и они могут заставить задуматься о нашем мире, глядя на поминальные свечи и под печальный перезвон колоколов. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина.